Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Подскажите эффективные методы, чтобы забыть человека. Такая душевная боль, где в сердце все потерялось смысл. Очень обидно, что растоптали как минусую вещь и выкинули на помойку. Значит, если говорить про именно эффективные методы, чтобы забыть, таких методов не существует. Забыть ничего невозможно, да и не нужно. В процессе психотерапии вы можете не болеть этим, может отойти боль. Некая такая болезнь может уйти. И, соответственно, вам станет лучше. Это процесс психотерапии, это процесс работы над собой, это процесс, скажем так, взаимодействия с психологом. Тут даже не совсем понятно в этом смысле, готовы ли вы к работе со специалистами. Вот. Или вы просто как-то рассчитываете самостоятельно, значит, решить эту проблему. Как я понял, речь идет о расставании, и как я понял, вы тяжело переживаете это самое расставание. Вот. Как я понял, речь идет о том, что у вас проблемы расставания. Вот. И, в первую очередь, то, что нужно, это нужно прожить боль, которую у вас есть от расставания. Вот. А то, что вы описываете как потерю смысла, то, что вы описываете, ну вот, для себя, да, как потерю смысла, является проявлением, скорее всего, того, что вы выстраиваете не совсем здоровые отношения. Вот. Скорее всего, вы выстраиваете отношения, больше ориентированные на зависимость, на созависимость. Ну вот. И в таком случае, вот в таком случае, нет, конечно же. Ничего удивительного. Что? Совершенно. Нет, совершенно ничего удивительного в том, что вам боль. Вот. И что вы чувствуете вот эту самую боль. Вот. Поэтому созависимое отношение человек просто так не выстраивает. То есть, для этого всегда есть определенные основания. Вот. И ваша задача эти основания увидеть. То есть, предпосылки для кого, предпосылки для кого, чтобы выстраивать вот такие отношения. Вот. Ну, именно вот такие отношения основаны и ориентированы на зависимость. Вот. То есть, на такой болезненной нуждаемости в человеке. Вот. Подчеркиваю, что у этого есть основания. Само по себе, само по себе, такое не происходит. Вот. Поэтому, ваша задача к себе разобраться. А потеря смысла, о которой вы говорите, о которой вы их вот рассказывали. Связаны с тем, что, по-видимому, по-видимому, вам не до конца была интересна ваша жизнь. Но то, что вы чувствуете себя сейчас, как будто вас выбросил, вот, ну вот, на помойку. То, что вы себя сейчас так чувствуете. На мой взгляд, связано с тем, что вам не было особенно интересно то, чем вы жили. То, чем вы жили, то, чем вы увлекались, вот, и так далее. Вот как будто бы здесь про это больше. Ну и, соответственно, интерес к вашей жизни необходимо возвращать, интерес к вам самой необходимо возвращать. Вот. Потому что, ну, совершенно очевидно, да, что, если нет интереса у вас к своей жизни, то так, вот, созависимые отношения вы и будете выстраивать. Поэтому порочный круг, ээээ, порочный круг необходимо разрывать. Возможно, чем у, эээ, больше, тем лучше. Эээ, чем быстрее пошло, тем лучше. Эээ, само собой, если, эээ, человека вы забудете, само собой, то никакого опыта вы не получите. Вот. И повторите те же самые ошибку. Ошибку. Вот. Поэтому ваши эмоции, ваши чувства нужно прожить, чтобы они вас не отправляли. Вот. Поведение ваше необходимо скорректировать, чтобы, опять же, вы, ээ, видели, вот, конкретно, эээ, свои какие-то, ну, свою какую-то проблематику видели, свои какие-то, ой, какой-то, эээ, склад в то, что это привело к тому, к чему привело. Вот. И стреливаться-то не было так, по итогу, эээ, травмируется. Вот. Стреливаться-то не было так болезненно, как сейчас. На этом всё, пожалуй, я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Эээ, желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать на собою работу.